Всем доброго дня! Сегодня буду готовить полезный обед. На обед у меня будет куриный супчик. Посмотрите, какой он аппетитный. Вот такие слойки с рыбными консервами и сыром. Посмотрите, какие они также аппетитные. Готовится всё очень просто и быстро. Ну что, приступаем готовить? Для куриного супа мне понадобится курица. Курицу я буду варить всю и буду смотреть, сколько мне понадобится курицы. Вот такая вермишелька с звёздочками, грибы, морковь и лук. Для начала нужно сварить курицу. Курицу я разрезала напополам и сейчас я её буду варить. Как она закипит, я её посолю и добавлю лавровый лист. Пену нужно с курицы обязательно, с бульона нужно обязательно снимать. Чтобы бульон был, знаете, такой более прозрачный и красивый. Нам же нужно, чтобы у нас ещё было всё красиво. Вот так снимаю всю накипь. Так как картошку в суп я добавлять не буду, я хочу, чтобы у меня получился суп куриный-прикуриный. Чтоб акцент был именно на курице и грибах. Вот так уже у меня кипит бульон куриный. Бульон я хочу, чтобы он был более такой понаваристый. Я буду варить его минут, наверное, 40, может быть, даже 50. Чтобы он прям так, курица, хорошо, чтобы разварилась. Далее, пока варится у меня курица, я сделаю небольшую зажарку. Добавила в сковороду прям вот минимальное количество масла. Как вот сколько можно было поменьше добавить, столько я добавила. Не обжаривать не получится, потому что я буду добавлять морковь. А морковь должна отдать свой цвет, чтобы суп у нас получился такой более оранжевый. Добавляю морковь к луку и также все вместе обжариваю. Вот видите, сковорода практически такая суховатая. И так как мне не хватает масла, а масла я уже добавила на свой вкус, как бы многовато для нас, да, то я добавлю сейчас сюда бульон и выйду из ситуации. То есть мне не приходится наливать масло, а я просто добавлю бульон и далее буду все это как бы тушить. Немножко прям вливаю немного прям бульона. Видите, он весь зашипел, закипел. И тут же сразу добавляю грибы, резанные напополам и на четвертинки. Грибы я не стала мельчить, потому как я хочу, чтобы они в супе прям видно их было и они чувствовались. И все это немножко протушиваю. Далее. Бульон варится. И сейчас я уберу. Грибы у меня практически уже с овощами готовы. Сейчас у меня доварится курица. И я буду вытаскивать ее, чтобы она немного остыла. И буду смотреть, какое количество мне понадобится курица. Грибы можно немножко приперчить по вкусу. Я не солю, потому как бульон я уже солила. Сейчас вытаскиваю всю курицу. И буду смотреть, сколько мне буду я ее от кости оббирать всю. И буду смотреть, сколько мне курицы понадобится для вкусного супа. Потому как я уже сказала, я хочу, чтобы суп был прям куриный-прикуриный. Такой много курицы и много грибов. Так как картофеля у меня не будет. Не хочу с картошкой. Хочу прям вот именно вот такой куриный супчик легкий. Вот так я перебрала курицы. У меня где-то ушла, наверное, больше половины курицы ушло вот на такую вот кастрюлю. И этого будет достаточно. Видите, он не жидкий и не густой. То есть в самый раз. То, что мне нужно. Когда вот так закипит уже курица разобранная, добавляю в кастрюлю овощи. Грибы здесь, морковь и лук. И все это довожу до кипения. Видите, суп уже стал такой прям густоватый. Он такой не жидкий. И поэтому, чтобы не переборщить с лапшой, так как лапша имеет свойство потом в горячем бульоне еще готовиться, я добавлю слегка лапши или вермишель, как она называется, звездочки вот такие. Немножко прям, видите, сколько у меня. Я добавляю в кастрюлю, довожу до кипения и убираю с плиты. То есть автоматически лапша сама по себе в вермишелье будет сама по себе там готовиться, чтобы она не превратилась в кисель. Мне не хочется, чтобы суп был густой и невкусный. Я хочу прям именно супик, присупик такой куриный и вот с такой вермишелькой. Как помните, нам раньше в детском саду давали такие супики. Не знаю, давали вам, нет? Все, довожу до кипения и убираю. Далее можно добавить любую зелень, у меня укроп. Можно петрушку добавить, ну что-то такое для контраста, такое зелененькое можно добавить. Посмотрите, какой замечательный супик получился. Грибочки, вермишелька, звездочками, без картошки и даже не чувствуется, что здесь нет картофеля. Так, для слоек мне понадобится тесто слоеное дрожжевое, вот такая вот консерва, семга. Вы знаете, консервы это кот в мешке. И вот такой кусочек твердого сыра. Делать можно слойки любые, квадраты, хоть какие режьте, хоть что делайте, ну, чтобы это было более-менее красиво смотрелось. Посмотрите, какая консерва, ну, как каша. Ну, это вообще, я сделала вот такие вот, такие вот, как типа, я не знаю, как они называются, вот такие типа булочек. Сверху смазывать обязательно нужно яйцом, чтобы они подрумянились. Далее беру эту рыбную кашу, ну, как еще назвать, ну, это вообще, вот правда, купишь кота в мешке. Вообще, ну, что делать? По вкусу я потом попробовала, знаете, получилось так неплохо. Вы можете взять любую консерву, какую, какая у вас есть, какую вы купите. И сверху добавляю сыр. То есть, любую консерву, сверху сыр запекать в духовке 220 градусов до золотистой корочки. Вот такой. Посмотрите, как аппетитно получилось. И я попробовала, это действительно очень вкусно. Хоть и консерва такая, знаете, не очень на вид была, а по вкусу она ничего. Посмотрите, суп уже настоялся. Я его часа два как сварила. Лапша не разварилась. Вермишель не разварилась. Прям всего достаточно. И курицы, и грибочков, и вообще супик просто замечательный. Посмотрите, там такие звездочки плавают. Вермишелька-звездочки. И сейчас мы это все будем пробовать. Буду пробовать я. Налила себе вот такую чашечку. Можно положить сметанки, кто любит сметанку. Я потом себе положила сметанки. Я люблю такой, знаете, покислее, чтобы было. Сейчас я попробовала. Это очень вкусно. Суп получился нежнейший, наваристый, куриный-прикуриный. Остался у меня еще хлебушек, который я пекла. Не помню, в пятницу, по-моему, нет? Еще хлебушек даже такой остался. Так что всем рекомендую приготовить такой вкусный, полезный супчик. И вот такие слойки у меня получились. Они получились тоже, знаете, такие нежнейшие. Слоеное тесто очень хорошо поднялось. Слоеное тесто не раскатывайте. Слойки получаются тогда более пышней. Так что всем рекомендую приготовить по моему рецепту. У вас также получится все вкусно. И аппетитно. Всем здоровья и хорошего дня. Подписывайтесь на мой канал. Мой канал называется Мания Вкуса. Ставьте лайк, чтобы не пропустить новые полезные рецепты.